Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на отличница легкого поведения. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Простука. Качок, ботан, рокер, стерва. В каждой компании есть персонажи с такими кличками. Бьянка Пайпер не подозревает, как ее зовут за спиной. Подружки списывают у нее физику и берут ее с собой на тусовке, чтобы круче смотреться на ее фоне. Школьный плейбой Уэсли Раш открывает ей глаза на правду. Как Бьянке избавиться от позорного статуса, стать неотразимой и завоевать сердце первого красавца. Матча Ботан 2 2014 года. Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит работать под прикрытием в местном колледже. Однако, когда Дженко встречает родственную душу в футбольной команде, а Шмидт проникает в богемную среду, они начинают сомневаться в их товариществе. Прости за любовь. 2014 года. Спокойный представительный Алекс знакомится со взбалмошной Никки. Несмотря на то, что они полные противоположности и постоянно ссорятся, Алекс и Никки начинают встречаться. Но проблема не только в непохожих характерах, главная заминка в 20-летней разнице в возрасте. Ему 37, а ей 17. Все болельщицы умрут. Девушки из группы футбольных болельщиц погибают не по своей вине, однако вскоре они мистическим образом воскресают и наводят ужас в школе, сея вокруг себя смерть в отместку за то, как с ними поступили. Это дурацкая любовь. У Кола Уивера, пуританских взглядов семьянина, в возрасте чуть-чуть за 40, не жизнь и мечта. Хорошая работа, прекрасный дом, замечательные дети и брак со школьной возлюбленной. Но когда Ко узнает, что его жена Эмили изменила ему и хочет развода, его идеальная жизнь быстро рушится. Хуже того, говоря современным языком, Ко, который уже пару десятилетий не ходил на свидания, является собой настоящего лоха. И вот, проводя все свое свободное время в баре, в дурном расположении духа, несчастный Ко становится протеже обаятельного Джейкоба Палмара. Пытаясь помочь Коу забыть жену и начать собственную жизнь, Джейкоб открывает ему глаза на многочисленные возможности, открывающиеся перед ним. Кокетливые женщины, крепкие напитки и чувство стиля, которые нельзя найти в дешевой парикмахерской или магазине распродаж. Очень пхая училка. Учительница средних классов живет гламурной жизнью, светской львицы. Ходит на работу, как на вечеринку, и мечтает об увеличении объема собственного бюста. Однако после внезапного разрыва с богатым бойфрендом, ее образ жизни резко меняется, хотя сама она это осознает не сразу. Но когда в их школу приходит новый преподаватель, она совершенно теряет голову и начинает охоту за деньгами. Сайт из того света. Сюжет вращается вокруг Амбер, стервозной популярной девушки, которая умирает от удара током. Ее не пустят на небеса, если она не поможет самой непопулярной в школе девушке, Лизе, стать королевой выпускного бала в течение недели. Но все пошло не так, как планировалось. Добейся успеха. Борись до конца. 2009 года. Миловидная чирлидерша Лина Круз переезжает с родителями из восточного Лос-Анджелеса в пляжный и солнечный Малибу. В новой школе у Лины появляется соперница Эвери, которая в данной школе уже звезда и капитан чирлидерш. Лина влюбляется в брата Эвери, Эвана. В новом учебном году обеим девушкам предстоит участвовать в школьном конкурсе. Сможет ли Лина одержать победу на Девере и не потерять тем самым любовь Эвана? Дуно. Беременная старшеклассница Джуно находит приятную семейную пару, желающую усыновить ее нерожденного ребенка. Перед девушкой встают совсем не детские вопросы. Что делать? Что будет лучше для ее ребенка? И как найти себя? Джуно принимает необычное решение. Сидни, поступив в колледж, намерена присоединиться к студенческому сестринству, основанному в свое время ее матерью. Правда, у девушки отпадает к этому всякая охота, когда она выясняет, что в некогда славном сообществе ныне заправляет выскочка блондинка Рэйчел. И тогда Сидни примыкает к семерке изгоя в колледже и начинает войну против Рэйчел. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!